Спасибо, Олег Константинович. Вот фото плодов вашей шелковицы. Вот фото плодов вашей шелковицы, шелковицы Железного. Может пригодятся для вашего фото, альбома или вебинара. С уважением Алексей к Алексею. Здесь тоже, как и шелковицы, еще один из моих настоящих подвигов. Переплывал через Енисей, трясти двадцать градусные морозы. Читал лекции полутора пенсионерок, полутора десятка в музее имени Ивана Рыгина в СИЗО. А потом раз персик нашел, а потом раз шелковица нашел. Вот это да. Ну а дальше. Применял новый способ, называется укоренение. Вместо сельского равнодушения. И вот это мой лучший ученик Алексей к Алексею. По шелковице. Видели, красота какая. Это все реально. Второе письмо. Спасибо, Валерий Константинович. Вот ваши шелковица с разных сторон. Шелковица Железова. Растет у меня в саду, ей шесть лет. Отличие годовые приросты. Хотя я не поливал этим летом. Готов поделиться ее черенками. Ну, догадывайтесь. Готов продать. Это правильно. Редкая вещь. По морозостойкости она не имеет равных. Мой электронный адрес. Так. Вот он. Ну, он кроме адреса ничего не дал. Пожалуйста, записывайте как хотите. Вот. Если отсюда невозможно записать. Я сам не знаю. Тогда можете ко мне обратиться. Я вам этот адрес выдам. А. В гостевой книге есть. В гостевой книге моего сайта. Есть там мое письмо и Алексейское письмо. Так. Вот. Теперь смотрите внимательно. Когда-то он совершил чудо, научившись укоренять зимою без листьев. Я умел только с листьями. Вот он меня затыл за пояс. С листьями, как говорится, любой драк. Ну, не любой, но многие могут вырастить. Есть специальные технологии по укоренению. А для мое тут сложнее. Листьев-то нет. Вот он добился этого. Посмотрите внимательно на приросты. Видели? Вот. Помните, как я говорил, душу бы отдал. 38 лет назад я за такую речку душу бы отдал. Так что пока Сергеев не до этого. Вот. Мне не до этого. Сейчас крайний челябинец Алексейко. Все вопросы к нему.